Охереть, он, наверное, красный. Он засиделся вообще? Все, можно поворачиваться? О, слушай, можно. Молодец! Дорогие друзья, всем привет. С вами Илья, с вами Корвет. Это четвертая серия. Серию, которую я очень сильно ждал. Потому что на самом деле, в течение первых трех серий, ну, по большому счету, с машиной, внешне ничего не происходило. Как был Корвет из гаража, 13 лет он там стоял, вот так он внешне остался. Много нареканий по кузову, много нареканий по салону. Я очень ждал того момента, когда мы закончим с техникой, для того, чтобы приехать в Грукланс и, наконец-то, приложить уже руки и к интерьеру, и к экстерьеру. Помимо всего прочего, в этой серии мы прокатим подписчик, который первым точно указал стоимость эмблем. Укажу вам процесс работы. Ну и, в конце концов, я хочу закончить серию тем, что позову в гости Жекище, позову в гости Гришу. Я предупредил Гришу об этом желании, и Гриш мне сказал, смотри, Илья, будь аккуратен, если с машиной глобально ничего не произойдет, мы будем расстроены. Но, друзья, мы, я уверен в том, что мы сможем их удивить, поэтому хватит болтать, приступаем к работам, погнали! Всем привет! Меня зовут Михаил, я маляр Бруклс Летеллинг. Первым делом мы начали с выявления трещин на самом кузове корвета. Как вы знаете, кузов у нас стоит из стекловолокна, из стеклопластика. Соответственно, тем же способом мы эти трещины и замазывали. Делали небольшие ямы в этих местах, где трещины были. Эти ямы закладывали непосредственно стекловолокном с эпоксидной смолой. После этого, когда это все высохло, начали вышкуривать и отравнивать шпаклей. Вообще, изначально вся подготовка корветок покраски – это вся ручная работа. Тут очень сложно сделать все машинкой. Нам приходилось выравнивать все вручную. То есть мы шлифками день за днем вышкуривали этот корвет, чтобы придать ему максимально ровную поверхность. Как только мы доходили до стекловолокна непосредственно самого корвета, мы останавливались на этом. И те места, где все равно находилась вмятина какая-то, нам приходилось все зашпаклевывать. Мы не могли дальше вышкуривать, потому что иначе мы потеряли бы плоскость и вышкурили бы всю ту необходимую часть, которая должна была на нем остаться. После того, как все мы вышкурили, начали шпаклевать. Но получилось так, что тот материал, который был у корвета, он в некоторых местах был мягкий, в некоторых местах был жесткий. Соответственно, нам приходилось перешпаклевывать. И мы решили сделать проще. Мы решили весь корвет зашпаклевать целиком. То есть вся деталь целиком была зашпаклевана. И потом мы эту шпаклевку выравнивали для придания корвету плоскости. Мы первый раз с камерой так вообще в руки стоим. Да, а ты тут включил ее? Ух, ё! Низенькая. Низаимно. Да, ну что, какие впечатления первые? Мощно работает. Есть, да, звук? Конечно. А тут окна работают? Окна, да, вот здесь, смотри. Вот это? А, ну тут-то. Фу, блин. Ну, он, кстати, нормально. Вот смотри по технике вообще. Прям нажимаешь и... Это в пол? Нет, еще не в пол. Видишь, пять с половиной тысяч воротов было. В пол он прям крутит за семь. Что думаешь, что это корвета вообще? Классно и бомб будет. Американские машины и классиков, они всегда мне нравились. То, что они современно делают, уже вообще не так нравится. Вот это прям крутая машина. Они все вот про дизайн были. Конечно, с точки зрения техники немного отставали. Ну, как, я думаю, в то время нормально было. Но сейчас вот американские машины, они, конечно, европейским и японским проигрывают. Но по дизайну, да, они молодцы. У них такой масс-маркет, блин. Американская мечта вот это все. Удобно, кстати, что оно в томате, на самом деле. Потому что я еще ездил на корвете, вот на этом, на красном, на механике. Вообще, там, из-за того, что ручка, оно все время заставляет тебя... А там, наверное, еще короткие передачи, да? Там не короткие передачи, там, наоборот, передачи длинные. То есть, там можно чуть ли не с там со второй и с третьей трогаться. Но со второй точно можно с третьей тоже, как бы, при желании. Она очень низкая. Я прям вот дорогу... Низкая, да? Очень. Знаешь, она еще какая была низкая, когда выхлоп провис. И там просто любой стык на трешке, ты бу-бу. Ну, так, в целом, народ много, да, внимания? Да, все смотрят. Ну, конечно. Я, на самом деле, хотел тебе машину, ну, показать вообще, показать тебе. Когда уже будет готова она по внешке и по салону. Вот. Но пока этого нету, потому что ты же улетаешь. Поэтому пришлось чуть события форсировать. Нет, звук у него классный вообще. Да, она валит нормально. Так она мягенькая. Для такой погоды вообще идеально. Если рассматривать на каждый день, то не самое лучшее. Ну, если можно заморочиться, можно спокойно поездить. Как только мы придали корветту ту форму, которая нам нравилась, я на секундочку вам скажу, что это была небольшая мини-реставрация этого корветта. То есть, если бы мы изначально занимались полностью этим корветтом, у нас ушло бы не меньше трех месяцев на то, чтобы восстановить его в идеальное состояние, чтобы все зазорчики совпадали, чтобы все было гладенькое, чтобы все грани были четкие. Но так как у нас сроки были ужаты, плюс помимо корветта были еще клиентские автомобили, поэтому мы не могли постоянно заниматься корветтом. Нам приходилось подходить к корветту очень тщательно и не забывать о том, что мы делали до этого. Потому что нас могли отвлекать, мы могли отвлекаться сами на другие какие-то моменты. Тем не менее, у нас получилось. Когда мы вышкурили первый слой грунта, мы поняли, что мы идем в нужном направлении, что наши плоскости выровнены и мы готовы к нанесению последнего слоя грунта перед покраской, которая непосредственно. Между слоями мы выжидали около часа, полутора часов, чтобы слои хорошо просыхали, чтобы не было мокрых следов внутри слоев. После того, как мы дали первый слой грунта, мы выжидали около трех-пяти дней. Мы не трогали корветт, к нему никто не подходил, он стоял, сох. После того, как мы выровняли все плоскости, мы загнали наш корветт в камеру для последнего нанесения слоя грунта. Мы решили взять грунт-изолятор, который поможет нам в дальнейшем не поднять то, что мы сошкуривали изначально на корвете. Старые слои краски, старые слои лака и старый материал в общем. Нанесли изолятор и покрыли тремя слоями порозаполнительного грунта. Дальше та же процедура. Мы выгнали корветт и дней пять не трогали его и не прикасались к нему вообще. Мы старались максимально сохранить тот промежуток времени, который необходим для полного высыхания материала по максимуму. Хоть у нас и были ужаты сроки, тем не менее мы все равно боролись за то, чтобы корветт отстаивал столько, сколько необходимо. Тормозит, разгоняется и все вообще. Не жалеешь, что купил ты? Не жалеешь, что купил? Да нет, слушай, ее надо привести просто чувство еще. Я на самом деле, когда машина вот, ну, внешне в таком состоянии, мне прям, знаешь, какое-то есть предупреждение против этого. Может быть, поэтому я дитейлинг-центр, я вот... Мне нравится сказать, что вот все было вот прям красиво, четко, правильно. Мы с сегодняшнего дня, вот сейчас ты уедешь, мы ставим как раз заниматься сначала кузовом, после этого подвеску и мотор очищать, потом уже в конце салон. Ну и потом полировка, и посмотрим, что в итоге получится. Я бы не узнал на самом деле. Обвес еще очень сильно меняет. Мне машины тоже нравятся все в обвесе, в других. Всегда лучше смотрят. Надо бы вот в порядок провести, вот тогда она будет прям лялек. Капот, конечно, просто, блин, в конце и крайне видно. Да, а знаешь, ты когда изнутри сидишь, тебе еще кажется, что он очень узкий, потому что он же как бы широкий снизу, где колеса расходятся, а сами эти грани, они узкие. Все оборачиваются на звук, на этот все какие-то. Не зря я комментарий написал. Да, мать. На самом деле, сколько я вообще ничего не пробовал, всяких конкурсов, там, никогда ничего в жизни я не выиграл. Вот это первый раз было, когда мне повезло в чем-то. Серьезно? Да. Хотя участвовал я вот за сколько лет, я всех смотрю. Там есть условия несложные, все время я что-то делаю. Я ожидал, что он будет мощный и громкий KV-8, как обычно они все и есть. То, что он мягкий, я тоже знал, что он будет достаточно комфортно, плавно, хорошая машина, удобная, комфортная, мягкая. Вполне можно каждый день есть на ней, считаю. Ну, конечно, я за рулем не катался, но на пассажирском сидении достаточно комфортно ездить. Не-не, пока рано. Сейчас газонем. Бернаут, бернаут. А на боку будет? Будет, будет сейчас. Нормально, ездим. Газ по вас. Валим. Куда он крутится-то? Страшно валим. Надо тормозить теперь. Тормози. Что я могу сказать по заключению? Работа была, конечно, сложная. Тратили очень много сил на то, чтобы сделать максимально возможную плоскость на этом корвете. Мы довольны тем, что мы сумели сделать за столь короткий срок. Этот корвет еще поездит свое и будет долго радовать своего хозяина своей красотой. Всем счастливо, удачи. С вами был Бруклунд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok просто как стекло, как зеркало. Я вспоминаю, что свои эмоции, когда я только забрал ее, когда ребята мне ее привезли, да, она смотрелась прикольно, но чтобы она смотрелась прикольно на фотоснимке, приходилось эту дачку очень сильно ретушировать. Ну, или там снимать ее ночью. А теперь она даже на хороших профессиональных кадрах будет смотреться отлично. Мы успели снять, я посчитал 7 видеороликов с того момента, как последний раз рассказывали и показывали корвет. У меня такое ощущение, что целая вечность прошла. Я уже честно не помню, что было в начале этого блога. Я помню, что мы катали подписчика и поставили его краситься. Потом процесс работ, потом ребята мне сказали, Илья, две недели, три недели мы сделаем. Потом прошел август, прошел сентябрь, сейчас вот последние такие теплые деньки. И слава богу, машину успели в это время закончить, чтобы мы на ней смогли просто выехать и прокатиться. Я прям очень доволен, вот реально кайф. Машина такой айстоппер, особенно когда вот сейчас она в том виде, как она должна быть, в том техническом состоянии, в котором она должна быть, с шильдиками, с эмблемами, свежеоткрашенная. Фантастика. Илья, Илья закупился техникой, посмотрите, нам выдали вот эти камеры. Техники, людьми. Илья, где ты? Что ты с нами делаешь? Мы к такому не привыкли. Откуда он поедет? А куда он приедет? А ты позвонил, сказал, чтобы он уже ехал? Почувствую себя настоящими блогерами. Женя, а давай я первую вижу? Давай я первую вижу. Че? Охереть, он, наверное, красный. Нет, черт побери, он все еще черный. Он засиделся вообще. Все, он может поворачиваться? О, слушай, ну вообще. Ну вообще. Помнишь, мы его доставали и говорили, что он в идеале? Походу, он сейчас в идеале. Ни хрена, ни хрена, офигеть. Офигеть. Здорово. Я сделал. Доброе утро. Здравствуйте, офигеть. Да, кстати, мы думали, что он в идеале, когда мы его доставали. Сейчас он точно в идеале. А че поменялось? Посмотри, насколько они вывели все это в идеал. Шильдики, которые ты купил за 30 тысяч рублей. О, от этого можно снимать? О, шильдик. А почему шильдик такой? Оригинальный типа? Да, так это оригинал. А это ты сам под старину сделал, да? Помнишь, здесь такая еще была? А, да-да-да, белая. Налет был такой, тоже отполировали. А что это за налет был, не сказали? А я думаю, что это просто от пыли здесь была. Отромьело стекло. Слушай, он же пластиковый. У него же трещины, получается, были. Вот здесь я точно помню. А здесь что, не дополировали? Здесь, да. Здесь забили просто. Мы заторопились. Блин, охеренно, знаешь, вот мне особенно морда нравится. Он прям вообще весь блестит. Даже не верится, что эта тачка когда-то стояла под слоем пыли. Вот под таким, да? Да. Все трещины заделали. Я причем хотел, знаешь, я хотел типа отделаться малой кровью. Говорю, пацаны, давайте мы там... Сфоткайте, помоги. Тут, тут. Подкрасим локально. Они говорят, Илья, ну это такая хрень получится. Давай, если делать, то делать нормально. И сделали нормально. Сказали, 2-3 недели, получилось полтора месяца, как обычно. Ну, во сколько он тебе обошелся? Самый главный вопрос. Так, сколько стоит лук? Не, давай сейчас вот с этого начнем. Какой лук? Твой лук. Сколько стоит лук? Мой? Да недорого вообще. Очки? Очки 100 евро в этом. Ах. В дюти-фри. Футболка из магазина Феррари. 50 евро. Джинсы обычные, джинсы и кроссовки. В магазине Феррари футболки стоят 50 евро? Кроссовки Nike. Ну да. Ну, короче, ты одет примерно на 5000 рублей. Вот лезет. То очень странно. Главное иметь корвет, а вот на шмотке похрен. Если ты имеешь такой корвет, то ты уже выглядишь дорого. Вот помните, мы постоянно говорим, что достали тачку в идеале. Когда помыли, мы тоже говорили, что она в идеале. Вот сейчас она в идеале. Вот сейчас, да, участвует совсем другое. Причем... Так они что, тебе продали их не новыми? Ну, конечно, это не новые. Это снятые с оригинальной машины. Снятые с оригинальной машины. Конечно. А мне такой вопрос. А эта херня, тут так и должна быть вот этот значок? Да. Слушай, ну, я считаю, тут только одного не хватает. По-моему... Секундочку. А? Не, все хорошо. Жень, поболтай с Ильей пока. Салон, ну реально. Вот, нет. Салон, остался салон. И все. И тачка, ну реально. Так, во сколько у тебя пошелся, я не помню? Ну, блин, ну, по технике там порядка, не считай, 50 мест. Что, это реально дорого. Если бы вот мы делали... Ну, два с копейками он туда шелся, да? Ну, да, да. Уже за два точно перевалил. Что, надо отходить? Нахера, ты мобила в зал поехали. Все, мы в полюсе. Нормально. Живем. Ваш пей в шоке. Я кайфую. О, меня видно. Привет. О, привет. Офига себе. Да, отражение есть. Все подкрыты девчонки вон шли, просто голову свернули. Блин, круто, вот такая тачка, знаешь, ее прям вот поставил себе в коллекцию. Пусть стоит, реально. Илья, это шанс. Хочешь, я ему продам машину? Мне? Ага. За лям 200 забираю. Отойдите мне волчка с 24. И мы поменяемся, да? Ну, может быть, поменяемся. Кстати, у меня есть волчки же у знакомого. Давай, давай, давай ему, короче, 124 просто купим. И напишем Е500. А, давай. Шильдик. Наклеим и все. Он сегодня не разбирается, не поймет ничего. Максим узнает волчка только по фильму такси. Да, братан, он должен быть красный. Я вообще в предыдущем ролике на Ютубе на молочке ездил. Я 63 минуту. И ты сравнивал со своей Ешкой? Да. А чьё это? А, от его. Чё? Да. Игорь. Классно. Ну ладно, отдаем. Да, отдаю. А, у меня украли айфоны. Это никогда не так. Они у меня украли айфоны. Так-то мы не такие по жизни. Смешно. Да, вы такие только в роли. В жизни вообще другие люди. Да, вы в жизни бы тебя отдали. Совершенно другие. Пойду. Пока ничего. Чистый? Чистый, химчистый. Ну такая, даже не химчистый. А крему вы сделали? Нет. Это что? Жеглезка. Это вообще охуенно. Вот, вот, в общем, ты наешь. Я хотел высказать нормальное мнение. Мне не дали этого сделать. Илья сказал, нахер уже никто не снимает. Но я всё равно скажу, то что машина хоть и была чёрная, она была вся такая волнами. А сейчас она такая прям зеркальная. Да. Ты бы газанул чуть-чуть сначала? Чтобы он не заглох. Женя. 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 Блин, так классно встал. Вау. Бааааай. Ну что, ребята, у нас время хороших новостей. У меня в руках кнопка от YouTube за 100 тысяч подписчиков. Эту цифру мы преодолели в июле. Я хочу сказать огромное спасибо вам. Без вас бы всего этого не было, без ваших просмотров, лайков, комментариев. Я на самом деле чувствую ту энергию, которая исходит от вас. И именно она меня подпитывает, заставляет двигаться дальше, что-то снимать, тратить на это время. В общем добиваться вот таких вот интересных результатов Во-вторых, я хочу поздравить победителя конкурса Который первым в комментариях указал правильное число, количество покрасок корвета Два раза машина целиком красилась И только что в этом ролике вы посмотрели, как мы это сделали в третий раз В общем, вот этот человек был первым Поздравляю тебя, награда тебя найдет Ну и в-третьих, следующий конкурс Традиционно в выпусках про корвет мы какие-то загадки и конкурсы устраивали И в этот раз я решил сделать здание максимально творческим Ребят, у меня много идей Но я уверен, что у вас идей гораздо больше Напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках с корветом Абсолютно нет никаких ограничений Дайте волю фантазии Напишите, что вы хотите увидеть про эту тачку И я уверен, что одну из этих идей я возьму, а может быть и две И реализую И кто-то, кто ее предложит, получит бонус Десяточку от меня на карточку В общем, жду ваших идей На связи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, ребят, вот такой у нас результат получился по карьету. Мне очень нравится, честно говоря. Надеюсь, вы тоже получили довольство от просмотра. Например, если долго мучиться, что-нибудь всегда получится. Остался один большой объемный пласт работ, он связан с салоном. Я обращаюсь к вам, уважаемые зрители. Если среди вас есть люди, которые занимаются качеством, восстановлением, перешивом салона, пожалуйста, напишите мне в Инстаграм, скидите примеры своих работ, потому что мне нужно выбрать компанию, которая будет этим заниматься в ближайшее время. Так что с карьетом на канале мы еще встретимся, я надеюсь, еще и не раз, и надеюсь, что в ближайшее время. Я знаю, что многие мне пишут, спрашивают, как с ним дела, расскажи про него подробнее. Я стараюсь вам показывать его по максимуму, на самом деле, но те работы, которые мы с ним проводим, они занимают длительное время. И поэтому вот каждую серию, каждую неделю про него рассказывать, наверное, не получится, да и будет это глупо. За Сим я с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание. До скорой встречи на канале. Участвуйте в конкурсе, пишите комментарии, ставьте лайки. В общем, самое главное, берегите себя и будьте здоровы. Пока!